Приветствую профессионалов и любителей аэрографии. Это проект Аэрограф и я. И сегодня я буду рассказывать про эти цветные коробочки ПААШа, американские аэрографы Made in USA. Что у них особенного, что их отличает? В первую очередь то, что это такой достаточно серьезный авторитет западного мира, производитель. Он занимается производством аэрографа с 1904 года. Как вот на каждой коробочке об этом есть напоминание. То есть это до того, как привелся Ивот, до того, как привелся Хартер. И в общем-то у ребят есть небольшой опыт с плечами и некое признание именно западного мира. У них очень слабый, очень слабый никакой маркетинг и реклама, особенно в России, в принципе. Поэтому, если вы тут редкий, заинтересовавшийся этими аэрографами потребитель, кто вот смотрит это видео, собственно, сейчас буду стараться максимально подробно все рассказать. Тут у меня представлены варианты самой такой обдавленной серии. Это талон и vision. Почему vision здесь? Ну, потому что он, по сути, тот же талон, только, скажем так, топовой версии, там, со всеми возможными опциями. Вот, здесь у меня коробочка vision, здесь у меня талон комплектация самая полная, хотя нет, это не самая полная, это со шлангом. Здесь комплектация самая полная, с двумя дополнительными головками, с чем я там еще, сейчас покажу все. И, собственно, Pahashi Custom Micron. Это, конечно, юмор, это не отсюда. Здесь у меня маленькая коробочка Pahashi просто талон, где нет ничего, кроме аэрографа. Вот, сейчас я открою, покажу. Начнем с самого дорогого, самого солидного. Здесь такой очень мне нравится кейс. Красивый, стеклом большим, но с пластиком большим. Не забейте сразу. Внутри лежит вот такой вот стильный, черный, не совсем матовый, конечно, скажем, не совсем глянцевый, такой какой-то полуглянецкий vision. Вот. Это, как я уже сказал, практически тот же талон, но у него все, так сказать, доработки. Здесь есть клапан-бак. Очень похоже на то, что есть у Micron, который я убрал, тонкой настройки воздуха уже непосредственно на воздушной голове, ну, когда подходим. Вот, и у него немножко другой триггер отличается от талона, да. Здесь у него также есть комплект сменной игла, сопло, воздушная голова 0,66 мм. Стандарт у него стоит, сейчас я шпарганку гляну, 0,2 мм. Ну, то есть, в принципе, такой хороший комплект. Есть и для фона поработать, есть и для детализации. Не смогу сейчас выковырять, она как-то туда очень глубоко ушла, не смогу. Ну, вот это классная, наверное, вещь, она такая редкая для аэрографии, это плоская струя, воздушная голова, другая. Ну, для загрязки фона будет очень полезно. Ну, и ключики маленькие какие-то, все это я сейчас немножко детальнее покажу уже, коробку уберу. Вот, это вариант комплектации. Раз, у нас есть шестигранник, ну, сам аэрограф, надо было с него, наверное, начать. У нас есть вот такая вот, наверное, не очень полезная висюлька, это подставка для аэрографа. Ну, почему нахожу не очень полезной, ну, во-первых, мало кто станет стол свой сверлить, тем более, что стол, как у меня, стеклянный, тут сверлить вообще нечего. Надо будет такой конкретный верстак иметь, так как ее не повесишь к стене, потому что если ее повесить к стене, то, ну, бачок будет упираться, либо шланг будет упираться, и все так, в общем-то, нереально получится. Ее надо вешать именно на край. А если вешать на край, то будет получаться следующее. Аэрограф без шланга будет падать. И с краской особенно это будет трагично. Ну, поэтому эта вешалка рассчитана исключительно на аэрографа со шлангом, который, кстати, здесь комплектуется. Вот такой шланг на в одну четвертую выход на, видимо, большой компрессор рассчитан. Вот. И особенность Паша, как особенность всего американского, это у нее тут своя резьба. Она, резьба не похожа ни на что, вот, и шланг к ней подходит. Но, на самом деле, я бы сказал, что этот шланг не является как принципиальной вещью, потому что, ну, как минимум, здесь сразу проблема в том, что быстросъемы есть. Какие-то другие аэрографы там, там, китайские, японские, еще что-то будут не подходить. Поэтому я бы шланг этот на хрен выкинул. Многим просто не дал такую комплектацию. Купил обычный шланг с одной восьмой и переходник. Переходник есть как Паша их представляет, так они китайские, которые, там, тот же Джаз 1110, он срисован, там, со старой версии, в одного и даровых тоже Паша. Там такая же зиба, точно срисованно, все подходит. Проверял надежно. Вот. Комплектация более расширенная. Как-то я не по порядку начал, вот. По-фигу. Здесь все то же самое, но есть еще две иголки, которые так очень забавны. Просто воткнуты в такой вот какой-то непонятный поролончик или что-то подобное. Мне кажется, очень опасная такая поставка, особенно если через океан их везти. Вот. И здесь тоже куча всяких этих штучечек. Это дополнительные сопла, воздушные головы. Здесь вот размеры 0, сейчас тоже не ошибиться. 0,38 стоит стандартно, 0,25 дополнительная и 0,66 дополнительная. Вот. И также плоская струя насадочка. Ну вот. Это более полная комплектация. Ну и аэрограф, аэрограф. Коробочка вот слишком, мне кажется, большая для него, но там на самом деле просто лежит один талон и не больше ничего. Вот. Поэтому давайте я сейчас возьму талон, возьму Вижен и крупно покажу. Попробуем все это дело разобрать. Попробуем, может быть, немножко подуть и посмотрим, что получится с этими железяками. Итак. Вот так вот вблизи выглядит Вижен. Вот такой вот у него кейс. Достаточно солидный. Такой соответствует его цене и презентабельности. Вот такая комплектация. Аэрограф, ключики, комплект дополнительный и насадочка плоской струей. Я аэрограф и насадку сейчас достану. Они мне пригодятся. Остальное не пригодится. С упаковкой, конечно, немножко неудобно, но как есть. Все безопасно. Полная комплектация талона. Здесь все попроще выглядит, но в целом, как и говорил, вот иголочки воткнутые. Просто вот так вот. Шланг, все эти сменные сопла, воздушные вовы и сам аэрограф. Но аэрограф я этот использовать не буду. Я использую свой. У меня есть свой талон. Я немножко пользовался, поэтому опыт немножко есть тоже. И сейчас все расскажу. Опыт есть немножко негативный, в плане того, что я его сломал. Как сломал не весь, сломал сопло. Как это произошло? Оно произошло немножко коварно. Вот. Я вообще не очень люблю всякие резиночки на аэрографах. Чем их меньше, тем лучше. Вот. Но здесь резиночки есть. Есть резиночки вот здесь вот на прилегание воздушной головы к корпусу. Что в целом нормально такое бывает. По-моему, даже на Иватах, на некоторых, такая штука есть. Сейчас я не посмотрю, не помню. Вот. Но как это бывает. И так как у меня всяких аэрографов много, я не помню какой, как собранный. Я, естественно, в один прекрасный момент забыл о том, что там должна быть резиночки. Не знаю, где она. Она где-то потерялась. Там причистки, наверное. Вот. Или еще как-то. Может быть, их кто-то похитил. И взял и закрутил без резиночки, собственно, до конца воздушной головы. Что привело к тому, что сопло просто натянулось на иголку, превратилось в такой цветочек. Вот. И стало неприводное использование. Поэтому сейчас я сопло это буду менять. Игла хорошо выжила. В целом сопла недорогие относительно. Поэтому потери не такие существенные. Вот. Но все равно неприятно. Как говорится, осадочек остался. Вот. Сопло у них, ну, это такая похожая на Harder. Хотя здесь скорее у Harder похожи на них, так как все-таки они были не первыми насечки. Здесь две насечки. Это второй размер. Второй размер это 0,38. Нулевой размер идет 0,2. Первый размер 0,25. И дальше по неонарастающим. Две насечки, так что сопло у меня правильно. Вообще, почему стал показывать вместе аэрографы? Здесь все взаимознаменяемо. То есть, головы и воздушные одинаковые. Сейчас я ее одену пока, чтобы показать корпуса. Корпуса практически одинаковые, за исключением наличия клапана у Vision. То есть, вот они в профиль. Абсолютно совпадают по размерам. Сейчас я закрутить. Будет той же длины. Воздушные клапаны такие же. То есть, ну, все то же самое. Другой цвет. Здесь есть воздушная дополнительная регулировка. Мы ее тоже проверим. И разные триггеры. Триггер немножко поинтереснее, ну, как значительно поинтереснее сказал у Vision. Он такой уже похож чем-то на то, что сейчас у микронов у него сделали. Вот большая площадка под палец. И хорошая такая на ней насечка. Простая, без лишних там рисунков. Но она самая удобная, на самом деле, потому что сцепление очень хорошее с пальцем. Здесь такой кружочек. Немножко он больше скользит. Значительно больше скользит, я бы сказал. Ну, вот. В целом, в основном, все то же самое. То есть, есть дергалка вот эта замечательная, на которой можно отдергивать иглу для чистки. Это настроечка. Здесь есть такая крутилка тоже, как на том, так на другом аэрографе. Это возможность регулировать жесткость триггера на оттягивание. Ну, вот. Это крутилочка, которая контролирует вход иглы. Можно выставлять себе предел. Крышечки. Крышечки у них плотно вставляются, что хорошо. Я терпеть не могу, когда крышки вываливаются или болтаются. Ну, вот. Не стал снимать клапан, разбирать с Vision, потому что он такой же, как здесь. Не стал разбирать вот эту всю конструкцию держателя направляющей иглы, так как здесь она такая же, вот она разобранная. Детали, в целом, все стандартные для аэрографа. Здесь хорошо, что, собственно, сам упор держится в направляющей. Это удобно при сборе-разборе. Конечно, не так удобно, как у хардера, когда этот упор вообще висит на триггере собирать, но значительно удобнее, чем он отдельно. С одной стороны, минус то, что сопло резьбовое, а не конусное. Как-то конусное, мне кажется, все-таки более безопасное с точки зрения промывки. Я вообще работаю с ними, вот. Но уже хорошо, что оно крупное такое, не мелкое, там, как бывает, там, на ИВАТах, на их копиях, и, в общем, на многих аэрографах, на самом деле, на спармах из тех же самых, которые очень легко ломаются даже при вкручивании и раскручивании, даже при работе, когда профессионал с ними работает. Вот это часто бывает, и, собственно, это нормальное явление. Вот, там еще есть уплотнитель иглы стандартно. Не буду я его выковыривать, даже потому что не вижу пока отвертки под рукой, поэтому не было. Ну, там есть тефло на уплотнение, насколько я знаю, потому что когда-то я его доставал, а там вопросов нет. Вопросов стало мне, конечно, резиночки. Да, кстати, я тут такой весь классный парень собирал. Собирал вроде как новое сопло, ставил хорошо, не закрутил до конца, его не успел. Также повредители успел, нет, не успел. Резиночку-то я не поставил. Вот она резиночка у меня сменная. Сейчас я ее обратно надену. Вот она теперь на месте. Теперь, то есть, можно смело прикручивать ее плотно, и вот это вот расстояние этой резиночки, это как раз и есть то спасающее состояние, которое предотвращает его натягивание сопла на иголку. В целом, качеством я доволен. Как я сказал, уже железо такое крепкое, надежное, обработка достаточно хорошая. У талона вообще замечания я не вижу, в смысле, у Вижена, простите, в руках держу. Ну, кроме того, что резиночка эта присутствует, я не знаю, надо будет в этот момент доработать, избавиться от нее. Вот это, конечно, минус. Вот здесь такой курс прямо очень солидный, очень хороший. На талонах я замечаю уже вот там, что у меня есть и свой, и несколько штук я сейчас тоже там открывал. У них практически на всех есть какие-то такие мелкие косячки. Вот не знаю, вида нет. Вот здесь, допустим, это не моя царапина, то она была изначально, я помню, на бачке такая, как царапина. Не знаю, здесь есть несколько таких небольших еще, как скольчиков металла. Вот, то есть, это такие, как бы, ребята, не заморачившись на поводу этого дела. То есть, не ювелирные изделия все-таки делают. Хотя, вот так, похоже, чем-то золото практически с хромом. Вот, но, в общем, такие суровые аэрографы. Так, вот здесь тоже какие-то наросты. Вот, а так красиво. Орел на корпусе, здесь немножко другой. Голова орла. Похоже, какой-то футбольная команда логотип. Вот, сейчас я компрессор добуду, добуду переходник и все это дело тогда включу. Так, компрессор и мой традиционный тест большой аэрограф, в смысле, большой компрессор, маленький компрессор. Смотрим, как себя ведет аэрограф. Начнем с черненького, с вижена. Решил взять переходник, стандартный быстросъем и где-то утечка в воздухе. Надрывается компрессор. Ну да ладно, будем считать, что китайский быстросъем разваливается. Держим основной на компрессор. Сейчас я залью воздух. Да что ж ты, залью воздух, залью краску. Сопа 0,2 мм, поэтому краску разбавил. Видно там что-то. Закрученный полностью ограничитель. Пока выходит ужасно. Попробую еще раз добавить краску. Возможно, она запустила у меня немножко. Все-таки сокло маленькое. Нет, видимо, это особенность аэрографа. Не работает он. Не работает он на 10 литров в минуту. Давление 1 бар. Сейчас попробуем вот этот небольшой компрессор, посмотрим, насколько будет лучше результат. Небольшой у меня стай, где-то двоечка здесь получается приходит. В общем, странно как пока выходит. Пока мне не очень нравится в плане того, что не получается гральности волосей нарисовать, чтобы он был и беспунктиром. Покажу, что получается. Без защиты можно вот такие вот уже линии достаточно тонкие прорисовывать, но все равно есть легкий пунктир. И учитывая, что у нас компрессор подает вас в неграничное количество воздуха в рамках этого аэрографа больше, чем ему нужно, я не понимаю, с чем это связано. Видимо, с водоразбовая краской этим соплом работать по-нормальному не получится. У меня здесь, к сожалению, нет сейчас что-либо растворителя содержащего на основе сольвентов, но совершенно не нравится, как работает 0,2 сопла с этой краской. Сейчас я попробую оставить и включить талон. Здесь будет так, переходник нужен. Здесь будет 38 на 38 миллиметра сопла. Надеюсь, что произойдет на нее большее впечатление. Потому что на vision даже показывает особо нечего. Он, конечно, такие средне-толщины рисует хорошо, но тонкий, какая-то там беда. Сюда не разбавленную краску залью, потому что сопло достаточно большое. Почему-то пошла краска в бачок пузыриться. Возможно, потому что этот аэрограф не новый. Это мой аэрограф, который я тут сейчас менял. Сломанное сопло есть у меня подозрение, что я не затянул. Да, аэрограф послушный. Я не знаю, может, конечно, у меня есть какой-то неопыт, потому что я им пару раз пользовался буквально. Но получается все намного лучше, чем с 0,2 соплом. Я думаю, что это связано все-таки с тем, что под 0,2 нужно краски немножко другие. Это у меня Wicked на водной основе. А у воды немножко другие свойства текучести, чем у ассорвента. При этом салютные краски были предпочтительно с меньшим диаметром работать. Соответственно, с водой больше. Сейчас вводку маленький компрессор. Посмотрим, как здесь он себя поведет. Ну, собственно, посмотрел. Поведет он себя никак. На маленьком компрессоре работать он не будет. Ни Vision, ни талон. В общем, нужен приличный компрессор. И вот с 0,38 соплом, по крайней мере, меня все вполне устраивает. Вот я сейчас еще попробую. Еще один вариант. Это плоская струя. Такой воздушной головой я еще не пробовал пользоваться. Поэтому даже самому интересно. Большой компрессор включил воздуха. Там порядка 70 литров он дает в минуту. Так что неограничено мы ничем. И 2 бары. Это у нас сейчас на аэрографе. Это именно заливка. То есть у него получается вот такой вот овал, факел. Ближе дальше, если его немножко другие формы будут. Ну, вот. И заливка на самом деле получается очень хорошо. Она именно идет ровнее. За счет того, что он им плоский. Более широкое пятно, но, соответственно, больше опыла. То есть вот это все, что сюда летит. Он даже попал на мою здесь. Бомашку придется менять. Вот это за счет того, что как бы нет больше. Плоская разбивка и больше опыл в виде летит. Вот. То есть, ну, другими словами, работая в помещении где-то с плохой вытяжной системой, у вас будет там куча туманообразования от этой головки. Это как раз будет разлетаться везде в воздухе. Но при этом именно заливка, заливка однородная фона будет такая более удобная. С 0.38 все рисует хорошо на большом компрессоре. Не зря у меня лежит этот аэрограф уже давненько. Я периодически разные задачи выполняю и будет он лежать дальше. Мне все нравится. И, кстати, такие аэрографы полгода назад оставили для тестов в школе аэрографии Автоэр. Где их, ну, раньше пользовались чисто ЦС-ками. Там Ивата ЦС были. Вся школа выкомплектованная. Туда взяли два или три, по-моему, поставили талоны. И вот сейчас я вопрос сделал. Там у преподавателей, у учеников. Всем понравилось. То есть, там не видит большая разница в пользу тем и другим аэрографом. Но это удобнее в плане того, что у него есть достаточно более полное количество опций со всеми этими крутилочками, дополнительными настройками, регулировками. Вот. Хотя, если говорить о выборе, то перед ЦС-ом для меня, по крайней мере, это более интересный вариант. А если сравнить с таким же функционалом, там тот же самый Harder Infinity, ну, который будет там и крутилочка, и настройка жесткости триггера и все остальное, но я бы, конечно, взял Infinity. Но здесь уже вопрос цены встает. Потому что эта штука будет значительно дешевле стоить, чем аналогичный Infinity. Вот. Вопрос цены – это магазин AutoAir. Там у них идет гарантия цен на все это дело. Ниже всех продают в России. И, опять же, что хорошо – полный склад запчастей. Что редкость для российского рынка, потому что, в целом, эти аэрографы так очень мало распространены, потому что им никто не занимается плотно, потому что нет маркетинга, потому что нет рекламы, потому что нет желания у своих производителей особо присутствовать на рынке. Поэтому их вытаскивают именно как трофеи. Вот. И продают постольку, поскольку. Вот. Но они сейчас есть, они доступны. Заказывайте, смотрите, нравится, не нравится. Мне кажется, аппараты достойные. Нужно понимать все их нюансы, все их недочеты и смотреть за вот этой вот, сука, резиночкой. Потому что она может подвести точно. Это я уже проверял на себе. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, что был полезен. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!